Краевой студенческий отряд Алтая отметил день своего рождения. Ему уже 55 лет. Он начал свою историю в 64 году. Тогда в первом трудовом семестре участвовало 760 студентов. Сегодня это уже огромная армия патриотически настроенной молодежи. Они строят дороги и мосты, помогают пожилым людям и устраивают для них благотворительные концерты. Сегодня у нас в студии продолжатели добрых традиций Константин Трифонов, командир студенческого отряда проводников Аллегра и Стома Алина, комиссар краевого круглогодичного педагогического отряда Алтая Ювента. Ребята, рады видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как так случилось, что вы решили вступить в ряды студенческих отрядов? Ну, мне кажется, что это было не просто так. Ну, не знаю, я в далеком 16-м году просто узнал, что существует такое направление, как российские студенческие отряды. Не знал, на самом деле, какие есть направления. Пришел на первый набор, первый попавшийся отряд проводников и все, я остался, окунулся с головой так вот уже на протяжении почти пяти лет. То есть не было такого, да, что кто-то из товарищей был в рядах студенческих отрядов? Я тогда только поступил, так сказать, окунулся в студенческую жизнь, еще не знал ничего, никаких подробностей таких. Алин, ну а ты? Когда я еще была в школе, я очень любила активную деятельность, постоянно ездила в лагеря. И вот тогда я уже видела вожатскую деятельность, педагогическую деятельность, мне это было интересно. В 15-м году к нам в школу приезжал снежный десант. И тогда ребята настолько меня просто влюбили в себя, что когда я пришла в университет, я сразу же в сентябре пошла в студенческие отряды. Я намеренно шла, я знала и знала, что буду этим заниматься. Вот, Кость, твой отряд, отряд проводников. То есть, правильно понимаю, вы сопровождаете пассажиров поездов? И все? Это основная миссия? Все, что делают, в принципе, проводники пассажирских вагонов, все делаем мы. То есть, независимо от того, что мы студенты, на нас накладываются такие же обязанности, мы получаем такие же документы, нас точно так же допускают к различному оборудованию, мы сдаем экзамены и так далее. Все то, что делают обычные проводники, то есть, кадровые работники, то и делаем мы непосредственно. Нет никаких разграничений студенты или там взрослый человек. А в чем прелесть этой работы? Ой, да на самом деле, ну, прелесть в чем? Ну, железные дороги манят. Если вы хотя бы раз ездили на поезде, посмотрели в окно вот это вот, вот эти пейзажи, красоты нашей страны, то это затягивает. А если ты еще и работаешь, то есть, отдаешь какую-то дань вот этому всему, да, дни и ночи летят просто напролет, вот уже проходит лето. Алина, чем твой отряд занимается? Мы работаем вожатыми, вожатыми в лагерях, и особенность именно нашего отряда, мы работаем не в одном каком-то лагере, мы работаем во всех лагерях Алтайского края, а также ежегодно наши бойцы выезжают во Всероссийский детский центр «Океан», «Орленок». Очень здорово видеть, когда дети, которые были у тебя когда-то детьми, потом приходят и становятся вожатыми уже с тобой в отряде, идут вместе с тобой. У нас очень это развито, и действительно, вот буквально недавно у нас был юбилей, и приезжали наши ветераны, ветераны нашего отряда, и многие из них это наши вожатые когда-то. Ну вот Костя уже сказал, что они проходят определенное обучение, вы наверняка тоже. Школа подготовки вожатых, конечно. К работе с детьми просто так наверняка не допускают. Да. Какие критерии вообще отбора представителей из туротрядов? Человек обязательно должен быть стрессоустойчивым, потому что могут возникать разные ситуации, встречаются разные люди, с которыми нужно будет находить контакт, а значит еще и коммуникабельным. При этом, мне кажется, человек должен быть очень мобильным, потому что сегодня ты можешь быть здесь, а завтра ты уже можешь полететь куда-то в другое место, поехать на какой-то другой слет. То есть нужно уметь перестраиваться, уметь находить себя в разных каких-то вещах. Ну и мне кажется, человек должен быть активным и заинтересованным, потому что если человеку это неинтересно, то ничего не получится в отрядах. То есть правильно понимаю, просто так стать бойцом студотряда не получится? Вот пришел, хочу. Есть какие-то, не знаю, экзамены, что ли? Ну, не знаю, на самом деле экзаменов таких каких-то особых нет. Есть просто... Ну, какова процедура? Отбора, да. Отбора, да. В каждом отряде есть какая-то своя процедура отбора. То есть ребята проходят некоторые этапы, чаще всего это творческие. То есть поют, танцуют, представляют себя, самопрезентация, презентация в группе, организуют, показывают концерты. И непосредственно путем этого мы отбираем уже новых представителей наших отрядов. А бывает такое, что вот вроде как все хорошо, начал работать, не справляется? Бывает, конечно, бывает. Всякое бывает. Но тут просто два выхода. Либо человек, это в силу того, что нет еще опыта, и человеку нужно просто здесь помочь, направить его, и затем у него все получится. Но опять же, вот вы говорили про желание, здесь это очень важно. Если у человека оно есть, то, скорее всего, все получится. Все поняла. Вот ежегодно зимой все студенческие отряды отправляются в так называемый снежный десант. Вы наверняка там неоднократно бывали. Ждут ли вас люди? Как встречают? Какая помощь больше всего им нужна? Вот просто я четыре года являюсь бойцом с российской патриотической акции снежный десант, отряд снежный десант и снежный барс. И когда мы приезжаем в районы, вот когда вы заходите в школу, вас всегда встречают дети, взрослые, приходят бабушки, дедушки. То есть они ждут уже? Да. И иногда, мне кажется, что самая важная помощь, это, наверное, внимание людям. Потому что, когда мы приходим, допустим, мы убираем снег или еще что-то, то нас не отпускают просто так потом с дома. Бабушки нас обязательно зовут, поят, чаем. Мы можем еще час просидеть, проговорить просто. После концерта люди обязательно подходят, общаются. И когда мы приезжаем уже в город, очень часто нам люди пишут после. Или дети, вот у нас сейчас есть в отряде дети, опять же, которые пришли, потому что увидели нас когда-то в районах. То есть самое главное, это, наверное, чтобы люди знали, что о них помнят и что о них заботятся. Вот это, мне кажется, самое важное здесь. Кость, как ты думаешь, почему такой теплый прием? Людям не хватает внимания? Нет, я думаю, внимания им предостаточно. Просто мы, так сказать, приносим что-то новенькое. Праздник! Пусть будет праздник. То, что им, наверное, не хватает. Может быть, какие-то новые знакомства, новые люди. Та же помощь. И вот, допустим, я сам являюсь бойцом снежного десанта «Синяя птица». И вот у нас в этом году пришла девочка, в район которой мы ездили в этом году. И когда я у нее спросил, то есть, как тебе, находясь сейчас, как бы кандидатом к нам в отряд, и вот в прошлом году, когда мы непосредственно к вам приезжали, вот ты чувствуешь вот разницу? Она говорит, на самом деле, я так вас за эти 10 дней приняла, то есть, мне так вы понравились, что я сейчас только-только вас получше узнаю, но никакой разницы, то есть, отказаться как-то или не пойти, я даже сейчас в голове такого не возникает. Очередная вахта когда? Снежный десант. В январе, в конце января. В январе, в конце января вы отправляетесь. Существует наверняка, вот Алина, ты уже немножко сказала, что девочки, которые были еще совсем маленькие, приходят в отряд, соответственно, становятся твоими коллегами, преемственность поколений. Вот про ветеранов мы тоже с вами сегодня уже говорили. Как они вам помогают? Ой. Строгие? Ну, чаще всего, конечно, да, бывают и строгие. Ну вот в снежном десанте, у меня снежному десанту 40 лет, в прошлом году исполнилось, там настолько большая преемственность поколений, что ветераны из поколения в поколение, и с 80-х годов ветераны приезжают, рассказывают, как это было. И это очень дорого стоит, потому что мы не можем сами соотнести вообще. Все же делитесь опытом, а не с вами, и дают советы, и вы. Да, что сейчас происходит, чтобы они, так сказать, не отставали от нас, от молодых сейчас. А вот в проводниках у меня не так много, к сожалению, ветеранов в движении. Ну, там да. Слушайте, наверняка у вас за годы работы, так скажем, есть интересные истории, случаи, люди, которые вот запали в душу. Поделитесь, если можно. Да, конечно. Конечно, знаете, тут, наверное, очень сложно выделить каких-то конкретных людей, потому что мы очень много работаем именно над помощью людям, и мы постоянно работаем. Вот у нас есть ежегодный марафон, знаете, который уже традиция становится, например, поддержим ребенка, где мы всегда участвуем, помогаем. В прошлом году, когда в Алтайском крае случилась ситуация с потопами, наш отряд выезжал и помогал, то есть наравне со всеми. И всегда, когда случаются подобные ситуации, мы вообще, ну, приходим на помощь. Вот. Ну, у меня истории, на самом деле, очень много, но работа проводника такая специфическая, что пассажиры чаще всего приносят не очень интересные истории. Да, больше, наверное, негативные какие-то моменты были, да? Они негативные, они специфические. Специфические. То есть связаны с различными нехорошими аспектами такими. Так. Вот, но на самом деле люди попадаются очень хорошие, начальники поездов, вот кадровые работники, с которыми мы работаем. Года два назад, когда я работал в городе Москва, начальник поезда мой предложил мне поработать с ним, то есть закончить университет, приехать, он меня трудоустроит, к нему поработать некоторое время, и он помог бы мне устроиться тоже начальником поезда. Это, конечно, так просто. Даже карьерный рост намечается, можно сказать. А за свою работу вы получаете какие-то вознаграждения, ну, кроме что улыбки, благодарности, там, финансовая составляющая? Ну, не секрет же тоже. Не секретно, то есть, на самом деле, наша работа начинается очень рано. Подготовительный период начинается у некоторых отрядов, вот, например, так как у меня круглогичный отряд, он, в принципе, не заканчивается, а у кого-то начинается в феврале. Выезжаем работать мы только в июне, и наш третий трудовой семестр, он проходит с июня по август. И только за этот период мы официально трудоустроены, соответственно, получаем заработную плату. И наш опыт, он идет в трудовую книжку. Все остальное время оно никак не оплачивается, но оно не менее активное, и оно очень такое насыщенное. А правда, что зарплаты в каждом отряде разного направления, они, собственно, тоже разные? Мне кажется, там строители дорог и мостов получают значительно больше, чем, предположим, педагоги. Ну да, это правда. То есть суммы вы не называете умышленно? Почему? Да и не нужно называть на самом деле. Но просто, да, допустим, проводники, я думаю, даже значительно получают больше, чем строители. Ну, либо, может быть, где-то рядом. А вот педотряды здесь, да. Ну, то есть и здесь эта тенденция существует, да? Ну, знаете, есть очень классная песня, арифметика отряда, там есть очень классная строчка. Мы здесь не ради денег. У нас у всех одна идея. Вот, это, наверное, действительно так. Ребят, когда вы закончите учебу, то есть, получается, вы с этим движением попрощаетесь или нет? Нет. Нет. Я тоже пока не собираюсь, на самом деле, прощаться с этим движением. Такая практика есть. Можно закончить обучение и потом продолжать быть студоотрядовцем. Я в этом году закончила университет, Алтайский государственный юридический институт. Поступила в магистратуру уже, ну, тут также в Алтайский государственный университет, но на факультете массовой коммуникации, филологии и политологии. Учусь дальше, продолжаю быть в отряде и пока уходить никуда не планирую. Ну, я еще только студент пятого курса, тоже заканчиваю. Магистратура тоже в приоритете и думаю, что тоже с движением в ближайшие несколько лет я тоже пока не собираюсь прощаться. А учебе никак вам не мешает? Ну, сложности бывают. Ну, педагоги, они как бы воспринимают, понимают. Я сам будущий педагог. Идут на уступки как-то. И поэтому не идут они на уступки. Не идут. Иногда не идут, но нам приходится справляться с этими сложностями. Ничего, все это решаемо на самом деле. Если человек действительно желает быть в отряде, ему нравится то, что он делает, то он справится с любыми неприятностями. Ребят, вот студенческому отряду Алтая уже 55 лет. Представляете, это же такая дата знаменательная. Как вы думаете, почему так долго он на плаву, он на слуху, грубо говоря, не сдулся? Мне кажется, потому что это дело постоянно продолжают люди, которые любят действительно студенческие отряды, которые этим горят. Потому что когда ты любишь то, что ты делаешь, все получается. И поэтому бойцы Солота это самые, мне кажется, яркие, самые замечательные люди на Земле, которых можно только найти. Ну вот люди, которые любят Алтай, они сейчас в нашей студии. И я уверена, им есть что сказать. Добрые слова, напутствие Алтаю. Желаю студенческому отряду Алтай всегда быть молодым. И, конечно же, встречать в ряды своих бойцов только самых заинтересованных и самых ярких бойцов. Ну, я в свою очередь присоединюсь, конечно, к словам Алины, но пожелаю, чтобы эти люди, которые уже придут и будут, так сказать, нашими предложителями, чтобы они привносили такой вклад, чтобы, ну, ни одна пятерка, ни одно десятилетие еще существовали студенческие отряды Алтайского края. Поздравляю вас с юбилеем и всех представителей студ-отряда Алтай. Спасибо большое. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Константин Трифонов, командир студенческого отряда проводников «Аллегра» и с Тома Алина, комиссар краевого круглогодичного педагогического отряда Алтая «Ювента». Субтитры создавал DimaTorzok